А мы с вами видим сегодня последствия того, что сделал Абдулла Ханзор. А последствия очень печальные. День, когда был убит этот Самуэль Пати, этот день сегодня во Франции, во всей Франции, в сотнях тысяч школ Франции, в этот день демонстрируют карикатуры пророка. Или мы бы с вами Аллаха. Вы представляете, к чему привело? Томсов, я комментирую ситуацию, связанную с иракцем, который сжег священный Коран. На праздник Ида-ль-Адха перед мечетью в Стокгольме какой-то иммигрант из Ирака, значит, и еще с ним какой-то тип. Они провели акцию по не то чтобы сожжению, там на самом деле гораздо хуже. Они пинали копию Корана и в результате они и сожгли. И понятно, что это очень такая серьезная провокация. Это было, во-первых, это сделано было аккурат под священный праздник всех мусульман. Всего два праздника у мусульман бывает в году, и вот это был второй праздник. Прямо под него они, значит, специально сделали эту акцию. Второе. Сама эта акция была изначально, то есть надо здесь контекст немножко понимать. Изначально в Швеции вообще это большая проблема. Вот это вот сжигание Корана. Здесь есть один чувак из Дании с фамилией Полудан. Он периодически проводил эти акции, и недавно он перед посольством Турции провел эту акцию. Это привело к большому скандалу, на кон даже поставили вопрос вступления Швеции в НАТО. То есть турки заблокировали это. И после этого полиция запретила ему сжигать Коран. То есть эти акции, по сжиганию Корана, были запрещены полицией в целях безопасности. Так как закон это позволяет делать, но если, например, полиция считает, что подобная акция может привести к каким-то серьезным проблемам, то полиция может из соображения безопасности это запретить. Так вот, они это запретили. Вот эти вот чуваки, эти мерзавцы, они это все обжаловали. А надо понимать, что в Швеции есть отдельная такая группа людей с юристами, там разные деятели политики, которые считают, что если сегодня вот это запретить, запретить сегодня сжигать, допустим, Коран, то это начало, конца демократии, свободы слова, то все, это дальше диктатура. То есть для них это вот такой триггер, это значит, это запрещать нельзя. Они это, значит, обжаловали, это решение полиции. И суд вынес постановление, что запрет полиции был незаконный, соответственно, им нужно разрешить это сделать. И вот они, значит, эту акцию забронировали на наш праздник, на Италия, и провели эту позорную акцию. Первое, что, во-первых, я сразу, я был удивлен теми мусульманами, которые постили это видео в своих сетях, на своих телеграм-каналах, постили, это все обсуждали. Ладно, обсуждение это отдельная тема, но постить кадры, как священный Коран пинают, это удивительное явление. Во-лаго, я убежден, что вы, что эти мусульмане не постили бы, если бы там издевались над их матерьми, над их сестрами, если бы их там насиловали, это было бы вот видео, или там снимали бы штаны с их отцов, а унижали бы, да, акт унижения над их родителями, они бы не постили эти кадры. Эти кадры, они должны вызывать страшную боль в сердцах любого мусульманина. Поэтому постить это на своих каналах, для меня это было очень странным явлением. Это первое. Второе. Само обсуждение этой темы, это то, чего хотят авторы этих акций. Они хотят, чтобы сегодня блогеры, всевозможные мусульмане сидели, это обсуждали, чтобы об этом все говорили. Это конечная цель этих людей. Ранить нас всех. Понятно, что это нас всех ранит, безусловно. Но если мы еще и это все обсуждаем, то мы только помогаем этим людям, и являемся их помощниками. Надо понимать, что такие вещи, мы с вами не в состоянии на них никак повлиять. Особенно, особенно русскоязычные или иноязычные люди, не являющиеся гражданами Швеции. Нас тут вообще никто не слушать, не видеть не будет. Нас никто не услышит. То есть, то, что мы здесь что-то скажем, это вообще никакого влияния на это не возымеет, на само явление. Но зато для тех людей это будет подарок. Что вот, смотрите, даже эти там сидят, нас обсуждают, вот мы, значит, вы достигли этого результата. Поэтому в этой ситуации надо понимать, что ты либо помогаешь, либо ты этому противостоишь. И противостоянием является игнорирование. На это должны реагировать соответствующие страны, мусульманские, исламские страны, личности, которые, чей голос услышат те же, допустим, шведские власти. Это могут быть политики шведские, либо общественные деятели, известные, допустим, мусульмане или не мусульмане Швеции, или этого мира. То есть, люди, на которых слушают, за которыми наблюдают известные спортсмены, известные там гид-ученые, президенты, это вообще как бы не обсуждается. Поэтому, когда Саудовская Аравия, Турция и ряд еще исламских стран, естественно, на это отреагировали, там ноты каких-то, в общем, это по дипломатическим каналам, это, конечно, малоэффективная вещь. Но турки на это могут, конечно, влиять, потому что от них сегодня зависит вот это выступление в НАТО. И Марокко, насколько я читал, они отозвали даже посла из Швеции. То есть, это уже такая серьезная такая дипломатическая тема, когда отзывают посла. То есть, это преддверие вообще остановки дипломатических отношений. И после этого, следующий этап, это уже остановка дипломатических отношений. Поэтому в этом плане они тоже как бы как-то проявили себя. То есть, это вот, это то, какие реакции должны происходить и кто должен на эти вещи реагировать. Мы же в данной ситуации, я считаю, должны следовать аяту Порана. Если к вам нечестивец принес весть, то расспросите обладающих влиянием. Вот я считаю, что это тема, на которую должны обращать внимание, реагировать обладающие влиянием. Ну и естественно, мусульмане Швеции, граждане Швеции, это люди, которые голосуют здесь на выборах. Их, в том числе и этих людей, представляют сегодня в парламенте, в правительстве. Конечно, эти люди тоже какие-то свои действия, акции какие-то, например, против этого, публичные, например, перед правительством и так далее, они что-то будут делать. Я думаю, что к этим людям не относятся то, о чем я сейчас говорю. Они не будут помощниками этого мерзавца, если они будут на эти вещи реагировать. Опять-таки, реагировать, конечно же, в рамках закона. А что касается тех, чьи голоса абсолютно не будут здесь услышаны, это просто дополнительный шум, это дополнительный удар по мусульманам, по их сердцам, и, соответственно, помощь этим мерзавцам, которые хотели добиться того, чтобы ударить по этим мусульманам. Я думаю, что мы не должны ни в коем случае им помогать, а наоборот должны всячески противодействовать этому явлению. А противодействием является игнорирование таких вещей. Таково мое мнение. Ну и самый важный момент. Очень нужно быть осторожным со своими эмоциями. Ведь многие из нас, увидев такие ужасные кадры, если мы эмоционально начнем на это реагировать, то многие наши эмоциональные речи могут быть восприняты какими-нибудь молодыми в умах, молодыми в годах и не сильно зрелыми в умах молодыми ребятами. И они могут совершить какие-то необдуманные вещи, как, например, это было, как это сделал, допустим, Абдулла Ханзоров во Франции. Ведь молодой человек не в состоянии оценить последствия того, что он сделает. А мы с вами видим сегодня последствия того, что сделал Абдулла Ханзоров. А последствия очень печальны. День, когда был убит этот Самуэль Пати, этот день сегодня во Франции, во всей Франции, в сотнях тысяч школ Франции в этот день демонстрируют карикатуры пророка. Ирина, Господи, Аллаха. Вы представляете, к чему привело? Ведь наша цель – это борьба с такими явлениями. То есть мы должны пытаться сделать так, чтобы это не происходило. А если ваши действия приводят к тому, что наоборот это происходит, и наоборот еще и один день выделяется под это, и каждая школа это демонстрирует, вы понимаете, что это не борьба, это помощь этим людям, тем, кто враждует с исламом, враждует с мусульманами. Поэтому нужно быть очень осторожным. Когда ты что-то говоришь, нужно думать о том, как это будет принято, как это будет понято людьми. Не произойдет, не приведет ли это к таким каким-то плачевным последствиям, которые затем выльтся в еще большую ненависть к исламу и к мусульманам, к еще большим актам унижения наших святынь, понимаете? А это обдумать может только зрелый умом человек. Соответственно, нужно дать возможность этим людям и зрелым, и политикам, и странам, чтобы они как-то на эти вещи реагировали. Почему полиция Швеции защищает? Потому что полиция Швеции руководствуется законом. Закон не то, что разрешает, а обязывает полицию защищать этих людей. Потому что понятно, что им угрожает опасность в этот момент. Понимаете? Полиция сама не рада этому. Полиция, я же говорю, там предыстория. Полиция запретила эти акции из-за того, что они небезопасны. К тому же сама Швеция получила кучу проблем из-за той акции перед Турцией. Вопрос вступления в НАТО из-за этого стал на... То есть это абсолютно ненужные для Швеции проблемы. Поэтому было принято решение запретить. Но в Швеции действует разделение властей. И конечное слово здесь за судом. Поэтому они это все обжаловали. Суд разрешил. И все. Полиция просто вынуждена подчиняться закону. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok